В новом выпуске SportsNation подведем итоги выступления казахстанских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио. Поговорим с одним из самых звездных легионеров в отечественном футболе Антонио Рукабиной. В завершение выпуска расскажем, что такое джиу-джитсу и почему его так любят в Казахстане. Паралимпийские игры в Токио стали историческими для Казахстана. Еще никогда наши пара-атлеты не были столь успешными на международной арене. Пять медалей. Одна золотая в пара-пауэрлифтинге, три серебряные в пара-дзюдо и одна бронзовая медаль в пара-плавании. По мнению экспертов, у такого яркого выступления есть несколько причин. И сегодня мы хотим поговорить о них более подробно. В Казахстане официально проживают более 700 тысяч человек с ограниченными возможностями. Многим из них инвалидность диагностирована с детства. Из них 3000 у нас занимаются в регионах, постоянно занимаются паралимпийским видом спорта. В национальную сборную сегодняшний день входят 600 человек, спортсменов. Развитие паралимпийского движения становится мировым трендом. В Казахстане настоящий бум произошел в 2016 году, когда впервые в истории страны чемпионкой паралимпиады стала Зульфия Габидулина. Сегодня именно пара-плавание считается одним из самых популярных видов физической активности у особенных спортсменов. Все больше спортсменов привлекаются, молодые спортсмены привлекаются с разных регионов тоже, не только с больших мегаполисов. Часто пишут мне родители тоже, маленьких детей пишут тоже. И они спрашивают про тренеров в основном, спрашивают, к какому тренеру лучше всего обратиться. Широкую известность Сиазбек Далиев получил после победы на азиатских параиграх в 2018 году. Спустя год он одним из первых завоевал лицензию на игры в Токио, где в заплыве на 50 метров вошел в пятерку лучших. Морально и психологически человек привыкает к социуму, это общение, это не только физически, в основном, думаю, психологически человеку легче приспосабливаться к окружающей среде, если он занимается спортом, не только плаванием, а вообще в целом спортом. В 2018 году в столице открыли первый паралимпийский тренировочный центр, а спустя год страна приняла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями. Там же впервые заявил о себе акмолинец Давид Дегтярев. Став по итогам соревнований пятым, он получил заветную лицензию на игры в Токио. Что было дальше, все уже знают. Первая в истории страны золотая медаль паралимпиады в парапауэрлифтинге. Знаете, это очень важно в отношении того, что они дают мотивацию другим инвалидам. Наша самая цель, это чтобы мы смогли, инвалиды, которые, к сожалению, получили какие-то травмы или родились с инвалидностью и так далее, чтобы мы дали им возможности, чтобы они могли себя реализовать. Другое важное событие произошло в 2017 году, когда паралимпийский спорт в Казахстане законодательно уравняли с олимпийским, что открыло новые горизонты для параспортсменов. С 2020 года впервые Национальный паралимпийский комитет начал выводить свои команды за счет государства на международные турниры и учебно-тренировочные сборы. То есть за рубежом пара дезиудаистов занимались, например, в Германии с олимпийскими сборными вместе, что в результате дало нам три медали в Токио. Одна из медалей на счету Тимиржана Даулета. Примечательно, что еще пять лет назад он и представить себе не мог, что выступит на играх в Токио. Пять лет назад я смотрел соревнования по телевизору. Ануар Сариев тогда боролся на играх в Рио. Мне стало интересно, что это за вид спорта пара дзюдо. Потом я познакомился с Ануаром, так все и началось. А вот участие другого медалиста было под большим вопросом. Пара пловец Нурдаулет Жумагали прямо перед играми заболел коронавирусом. Около трех недель болел. Главной целью было, конечно, выздороветь. Переживал, что могу не успеть восстановиться к играм в Токио. Но благо все обошлось. Смог приехать в Японию и уже здесь продолжил подготовку. Пара Олимпиада является третьим по величине спортивным соревнованием в мире. В этом году летние игры проходили уже в 16 раз. Со времени их основания в 1960 году. Для Казахстана игры в Токио стали самыми успешными за всю историю. Причем не только по количеству завоеванных медалей. Впервые Казахстан представил 26 атлетов на Паралимпийских играх в Токио. У нас в сравнении с Рио, там у нас было 11 атлетов. Вот это мы считаем очень качественным скачок в отношении того, что у нас прибавились атлеты. В спортивных клубах страны сегодня готовят паралимпийцев по 13 видам спорта. Как правило, все занятия для них бесплатные. Новые виды спорта у нас появились. Пара тайквондо, пара каноэ, пара пулевая стрельба. Те виды спорта, где нас вообще раньше не было. Те виды спорта в Казахстане, которые в принципе только-только зарождались буквально 3-4 года назад. Параспорт может быть не только соревновательным. Люди приходят в такие залы, чтобы завести друзей, поправить здоровье. Например, на этих кадрах тренировки тайквондистов. Самому младшему 7 лет, при этом верхнего возрастного порога нет. Диагнозы самые разные. ДЦП, аутизм, поражение опорно-двигательного аппарата. У меня две задачи. Для тех, кто занимается профессионально, хочет заниматься, мы с ними находим свой диалог. Есть дети, которые приходят для восстановления, реабилитации, лечебной физкультуры. Для этих детей мы тоже готовим бесконтактные. Для них мы тоже находим диалог с родителями, проводим соревнования. То есть для ребенка получить медаль какую-то, что-то выиграть, для него это тоже какой-то этап лечения, профилактики, адаптации в обществе. Ежедневно особенные спортсмены преодолевают себя, чтобы стать ближе к своей мечте. Возможность жить полноценной жизнью для многих даже важнее медалей и признания. Жизнь, она нам дана только один раз. Я думаю, если ты будешь сидеть дома и закрываться от этого, никому не станет легче. Никто не будет даже о тебе думать. Главное, надо не закрываться, а идти только вперед, работать над собой. Теперь спорт – неотъемлемая часть жизни этих людей. Ради результатов им приходится ежедневно трудиться, но всегда эти усилия вознаграждаются. Я раньше тоже пробовал во многих видах спорта, там футбол, баскетбол. Ну там как плохо получалось, а здесь я вот как сюда пришел, ну вроде нашел свое и начал заниматься усердно. Ну это, во-первых, иммунитет, крепкий иммунитет, самочувствие хорошее, бодрое, чувствуешь себя более уверенно. Важнейшая сторона развития паралимпийского движения – создание условий для особенных спортсменов. И если в крупных городах изменения уже ощутимы, то в регионах вся работа только предстоит. Есть спортсмены сборной, даже которых тренера, либо инструкторы поднимают на второй этаж каждый день, иногда по два раза в день. Это немыслимые такие ситуации, которые нужно поскорее решать. Результаты выступлений паралимпийцев сегодня вдохновляют миллионы человек и меняют отношение общества к людям с особыми потребностями. Для таких спортсменов это не просто физическая реабилитация, это еще и возможность жить полноценной жизнью, обрести уверенность и найти друзей. Далее в выпуске большое интервью с Антонио Рукавиной о Казахстане, местном футболе и завершении карьеры. Антонио Рукавина Родился в Белграде в 1984 году. За свою футбольную карьеру поиграл в Германии за Мюнхен и Боруссию Дортмунд. В Испании за Араю Валикану и Виллериал. Провел порядка 60 матчей за сборную Сербии. В 2018 году Антонио принял предложение Астаны. Сегодня он является вице-капитаном клуба. Астана, в принципе, бьется за чемпионство. Такой сезон непростой, да? Но как вы оцените внутреннюю атмосферу в команде сегодня? Какая она? Всегда хорошая, всегда есть мотивация, всегда хорошая. Конечно, когда играешь в большой клуб, как Астана, всегда должна быть мотивация, чтобы чемпионатство всегда выиграли. Я думаю, что самое главное сейчас это концентрация на работу, сейчас на чемпионство, и потом остается еще кубок. Вы, будучи игроком Астаны, застали несколько тренеров главных. Сейчас главный тренер Андрей Тихонов. И знаете, вот тут мнение, что человек, когда он успешный на поле, будучи футболистом, карьера футболиста у него складывается ярко, то как тренер он бывает, может быть, не так успешен. Но что вы скажете об Андрея Тихонове? У нас есть хорошие результаты, поэтому это заслуга, конечно, тренерского штаба. Это правда, что если ты будешь хороший игрок, это не значит, что ты будешь и хороший тренер. Но если можно, есть пара тренеров в целом мире, у которых была отличная карьера как футболиста, и отличная сейчас карьера как тренер. Ну, конечно, Андрей Тихонов есть, как скажем, молодой тренер, да, он только начинал, и, конечно, ему тоже будет очень важно выиграть чемпионство. Ваш финальный сезон, вы объявили, что вы заканчиваете с футболом. Насколько тяжело это решение принималось? Ну, конечно, я физически чувствую себя хорошо, но просто я думаю, что голова есть. Устал от футбола, просто устал от футбола психически. И поэтому я думаю, что это, ну, один день должен закончить. И я думаю, что если можно этот год с чемпионством закончить и карьеру, то будет лучше. Просто не знаю, что я еще не решил, что буду сделать и после карьеры. Ну, конечно, буду в футболе, если буду тренер или потом некоторый директор или агент, это еще не знаю. Что вас поразило больше всего вообще в Казахстане? Что вас больше всего удивило? Когда я пришел здесь, я удивился с этим стадионом, здесь в Астане, потому что это просто было, как там есть стадион и как там есть поле. Просто здесь, когда увидели, потом, когда подписал за Астану, я уже знал, как есть здесь стадион, как есть уровень здесь. Что вы наблюдали для себя в Казахстане? Что вот с точки зрения быта? Клима такая. Ну, это прямо здесь, что я заметил. Здесь холодные зимы, да, это в первую очередь. Но бывает и жаркое лето. И лето, да. Ну, есть сразу с лета, сразу на зиму. Это нет, это просто сразу из этой майки, сразу куртки, да. Знаете, о вас говорят всегда, что профи на поле, профи вне поля. То есть ваше отношение к жизни, то есть в целом ваша философия, она многим нравится. Как вы думаете, ну, с чем это связано? Воспитали так просто, что я должен. Я так это просто сначала, когда я так был маленький, так как ребенок, и просто у меня была эта школа и футбол, да. И это просто все, если сделаю, я хочу сделать и профессионально, и 100% сделать. Поэтому, может быть, что так, это просто и в жизни, и, как сказали, и на поле, и вам поле тоже. Допустим, вы сказали, что вы хотели бы стать, возможно, агентом. Какие футболисты в Казахстане, которые выступают, на первый взгляд, прошли бы к вам голову, чтобы с ними поработать? Конечно, я заметил здесь, у нашей команды тоже наши молодые игроки, что у них есть большой талант. Конечно, только есть, когда я сразу, когда я пришел здесь на тренировках, что я заметил игрока, это Зайтудинов, да, который, я сказал, что это просто у него есть так, ну, идеально все есть, это у него физически там все как есть. Ну, конечно, у каждого из нас есть, если играем в футболе, есть талант, да. Ну, просто он так, виглая, как игрок там из Европы, да, я сказал сразу, что у него есть большой потенциал, и смотрите, сейчас он сделал хорошую карьеру еще, и молодой, да, да, еще есть время, и все. А кто, на ваш взгляд, самый сильный легионер в данный момент в Казахстанском чемпионате? Ну, конечно, это без, я думаю, что это сын вопроса есть, это Марин Томасов. Многие люди смотрят статистику просто, у него статистика, я думаю, что самое лучшее здесь в Казахстане, как, не знаю, если, который, какой еще легионер так сделал, так статистику, как он. Как бы сейчас не виделся Зор Антошич? Ну, да, он только, ну, конечно, он только пришел, да, он только пришел, конечно. Он, конечно, мой друг, если сейчас, что не бы я только сказал, это с Балкана игроки, да, ну, просто это, я думаю, что он, Томасов, здесь уже 4 года, я думаю, здесь в казахстанском футболе, и это, что он сделал за эти 4 года, я думаю, что, не знаю, если можно, да. Нет, вы представляете на самом деле, его называют Марин Голпасов. Голпасов, да. Да, удалось ли вам с Зораном встретиться здесь, в Казахстане? Да, да, конечно, ну, мы играли там в партизанном месте, играли потом. В принципе, очень близкий, насколько я знаю, он является крестом, да, в общем-то, да, 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 и когда он пришел здесь, ну, конечно, я был очень рад, поэтому, что возможность есть увидеться. Ваша семья в Сербии, если не ошибаюсь, они там проживают. Это ведь одна из причин, я думаю, почему вы завершаете карьеру, потому что уже хочется быть семьей, есть такие потребности внутренние. Да, есть, да, поэтому, что я думаю, что каждый человек есть, ну, семья самое главное, да, и, конечно, мы раньше были вместе там и в Германии, и в Испании, ну, потому что дети начинали школу, и что не было там детей там, дети там были здесь, там, потому что здесь играли с мая до новьембра, потом есть отдых, и, конечно, это просто наш план так был, что дети остаются там в школу в Сербии учить, и, конечно, когда ты далеко от семьи, это очень сложно, ну, здесь хорошее, поэтому, что у нас получается всегда, когда есть пауза сборная, всегда у нас есть выходной, есть парни, чтобы мы могли улететь дома, чтобы были со семьей, ну, конечно, это всегда есть на ложку тебе дают там чуть-чуть временно, ну, конечно, это еще, почему я решил закончить с футболом. На что вы потратили первую зарплату в футболе? Я думаю, ну, конечно, это не была большая зарплата, это было только, я не знаю, это ушел с другом на капучино, и, не знаю, покупали там, как и вещи, там, не знаю, майку, там, это 18 лет, а что нужно? Кто в команде самый стильный, как вы считаете? Ну, из каждого из нас есть стиль по-другому, да, я, когда был тоже молодой, там, я любил там в футболке, просто там, что так удобно, да, я думаю, что у меня есть стиль, но просто... У вас есть стиль определенный, я думаю, что... Да, это должен другие там. Игроки скажут про вас, что вы самый стильный в команде? А кто самый с отличным чувством юмора, кто больше всех шутит? Есть Тигран Барсиан, он как клоун, да? Клоун? Клоун, да. Да, шутник, так, это просто, ну, это позитивно, да, он всегда есть такие, ну... Есть наш Игорь, администратор, который работает с нами здесь, он тоже очень-очень-очень... Всегда есть, когда выиграем, когда проиграем, всегда знаю, что сказать, чтобы мы улыбались, чтобы смеялись. Что вас больше всего удивило в казахстанском футболе? Мы знаем, что это поле не так хорошее здесь в Казахстане, но качество лиги не так плохо, как многие думают, да? Я думаю, что есть хорошее качество здесь, я думаю, что если поле будет лучше, я думаю, что и футбол будет лучше. Антонио, худшее поле, которое вы видели в Казахстане? Каспий, Актау, я думаю, что там просто это не футболное поле. Вы несколько раз заявляли, что вы приехали поиграть в Лиге чемпионов. То есть чаще всего бывает такое, что хорошие, успешные футболисты из других чемпионатов, сильных, да, они приезжают доигрывать. То есть в вашем случае вы были полны амбиций? Жалко, что он не успел, но всегда, конечно, каждый человек из нас есть амбиции, да, и он хочет больше и больше и лучше все сделать. Да, это, конечно, мой план, это был, когда пришел здесь, если получается играть в Лигу чемпионов. Астана раньше, но сейчас тоже это большой клуб здесь, и сколько шесть чемпионств выиграли рядом и играли один раз в Лиге чемпионов. Наша работа есть как бизнес, конечно, есть и хороший контракт, и все, почему я здесь тоже пришел. Но это как спортивная амбиция, это было играть в Лигу чемпионов, выиграть, конечно, чемпионство. Этап карьеры для вас самый такой ценный? Я думаю, что это просто самый лучший период моей карьеры, это было в Вильярале эти четыре года, поэтому что я думаю, что каждый там ребенок, когда начинает играть в футбол, он хочет, хочется играть в Лигу, да, и просто у меня это была удача играть в клуб, который, ну, конечно, не так самый большой. Давайте вот составим команду «Мечты» Антонио Рукавиной. Вы поиграли в разных командах, в разных лигах, это очень невероятный опыт, о котором мечтают многие футболисты. Давайте начнем с вратарской позиции. Только одного, да? Один вратарь. Это будет не на Деричь. Это как и другие, как футболисты. Давайте защитная линия слева направо, левый защитник, кто у нас будет? Все это игроки, скажем, с которыми я играл, да? Все, с кем вы выступали, не только в клубах, но и сборной Сербии, может быть. Ну, это будет Коларов, я думаю, что хороший футболист. Матео Мусаччо, он сейчас играет в Лацио, был со мной в Вильярале. Потом правый защитник, скажу, Роберт Ковач, это кроаток, с которым я играл в Дортмунду. Правый защитник буду я, можно? Можно? Какую тактику поставим? 4-4-2, можно? 4-4-2, давайте, да. Теперь средняя линия у нас, полузащита. Кто у нас слева будет? Ну, давайте эти Кастельехо. Кастельехо, да. Сейчас в Милану играю. Потом с правой стороны надо сказать Марин Томасову, потому что все хорошо делали на поле, так. Просто, когда смотришь, нега скажешь, Боже, это так, просто, да, футбол играет, да, просто, как он забивает меции, как они те пасы дают. Я думаю, что должен быть у моего команды. Два центра, это полузащитника. Скажемо, скажемо, Bruno Soriano, next капитан Вильяреала. Скажемо, и шоад нога, это будет Неманья Матич. И у нас остаются два нападающих. Два нападающих. Ух, это выбор будет. Давайте скажем так, Giovanni Dos Santos и Роберто Солдано. Против кого сложнее было действовать на поле? Левое место, Криштиан Роналдо, Неймар? Ну, конечно, это период, когда я был в Испании, это было, я думаю, что Барселона тогда была самая лучшая. И Реал Мадрид, когда играли там Роналдо, Бейл, Бензема, а здесь были Неймар, Месси, Суарез. Это просто, просто... Это просто в целом страх для любого защитника. Когда играли против Барселоны на Камп Нов, у меня было только 20 подачи, да, только 20, да, за 90 минут. Это просто, она бежали, если там 12-13 километров, просто очень сложно, очень сложно. Индивидуально кто сильнее, Месси, Неймара, Роналдо? Месси просто, это магия, да, просто это, я думаю, самый лучший на миру. Ну, у Роналдо есть просто физика, просто работа и качество тоже. Это вдвоем они сами лучшие. Антоний, вам большое спасибо за это интервью, было очень интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. Далее в выпуске расскажем, что такое джиу-джитсу и откуда в Казахстане у него столько поклонников. Этот прием называется армбар, один из базовых болевых приемов на руку. Один прием показывает всю суть джиу-джитсу. Малейший просчет и бой окончен. Все как в шахматах. Заключается в том, чтобы рука вышла на излом. То есть один из базовых приемов на руку. Первый закон джиу-джитсу важна не сила, а гибкость мышц и мышления. Каждый шаг просчитывается наперед, поэтому этот вид спорта входит в тройку самых интеллектуальных, а детей здесь учат в первую очередь думать. Данный свип называется балун свип. Это когда мы переводим соперника из состояния сверху, в состояние вниз и уже непосредственно выход сам на болевой, также армбар с позиции малого. Родиной джиу-джитсу считается Япония. Боевое искусство разработали в 16 веке для самураев, как форму защиты без оружия. Широкое распространение в мире джиу-джитсу получило только в начале прошлого века. Вид спорта особенно полюбился бразильцам, которые внесли в него свои правила. Джиу-джитсу – это такой глубокий вид восточного единоборства, где гармонично сочетается ударная техника, бросковая техника, болевые приемы, работа в партере. Во всех видах борьбы, если соперник лег на лопатки, это поражение. Но в джиу-джитсу с этого все только начинается. В таких условиях сила, вес и рост борцов не имеют решающего значения. А броски и подсечки здесь не менее красивы, чем пируэты в балете или прыжки в фигурном катании. Это сетап-свип с дальнейшим выходом на атаку, удушающий треугольник. Джиу-джитсу практикует такое, что более, скажем, слабый соперник всегда может победить более сильного, потому что существуют захваты, различные приемы, удержания, которые помогают именно привести человека к победе, независимо от его физической подготовки. То есть вообще джиу-джитсу называют шахматы. Шахматы на татаме. Эштон Качер, Киану Ривз, Том Харди, Гай Ричи. Всех их объединяет особая любовь к джиу-джитсу. Самым успешным звездным борцом можно назвать Мэла Гибсона, который достиг уровня черного пояса. Первое, от чего будет зависеть успех в джиу-джитсу – мастерство наставника. Но не менее важно ваше стремление совершенствоваться и упорство. Прийти в секцию можно в любом возрасте. Именно зависит от профессионализма тренера. 6-7 лет ни в коем случае нельзя загонять, ни в коем случае нельзя его полностью выжить. Надо дать мотивацию, и чтобы он не заскучал. Джиу-джитсу имеет восточные корни, а значит, учит уважение к сопернику и призывает к внутренней гармонии. Регулярные занятия повышают самооценку и в целом положительно сказываются на здоровье человека. По традиции в конце выпуска рубрика «Видеонедели». Казахстанская фигуристка, вице-чемпионка мира 2019 года Элизабет Турсенбаева объявила о завершении карьеры. Позади 16 лет профессионального спорта. Впереди, как заявила сама спортсменка, тренерская работа. А мы лишь напомним, что Элизабет первая в мире фигуристка, исполнившая четверной сальхов на официальных соревнованиях. Но фигурное катание – это далеко не единственный ее талант. Лиза профессионально играет на скрипке и фортепиано. Под композицию Абы «Winners Take it All» мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на YouTube-канал Казах ТВ и следите за нами онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok